У нас оппозиции довольно много. Самая сильная реальная оппозиционная партия — это, конечно, Коммунистическая партия Российской Федерации, которая неоднократно доказывала свою популярность в рядах населения и одновременно свою настоящую оппозиционность. Справедливую Россию и ЛДПР я, честно сказать, оппозиции не считаю. Я считаю, что они такие, скорее, союзники партии власти, голосующие за правительственные решения по всем ключевым, необходимым для партии власти законопроектам. Кроме этого, за это время у нас сформировалось несколько таких широких, я бы сказал, комков оппозиционных. Во-первых, это националистический комок, который включает в себя самые разные партии, группы, интеллектуальные клубы, редакции газет и так далее. Но этот интеллектуальный националистический комок достаточно серьезно подавляется, поскольку у него очень хорошие электоральные перспективы. Если дать возможность русским националистам развернуться во всю ширь, то они имеют перспективу получить до 50% голосов и прийти к власти. Поэтому управляемая демократия в России ориентирована прежде всего против русских националистов. Второй комок — это прозападническая оппозиция. Он включает в себя тоже огромное количество лидеров, организаций, редакций и так далее. Там сейчас происходят очень сложные процессы размежевания. Есть прозападная оппозиция, ориентированная все-таки на Россию, и трансферированная прозападная оппозиция, которая де-факто является пятой колонной, обслуживает внешние интересы. Но такое крыло есть, эти люди легко их фиксировать, потому что они активно поддерживают националистическую диктатуру в Киеве, террор против русского населения и выступают против соединения Крыма с Россией. Но роль этой пятой оппозиции в общем составе российской оппозиции очень мала. Поддержка у них минимальна, хотя крикливость у них очень большая. Их чаще всего можно найти на страницах западных газет, чем на встречах с российскими избирателями.